Онлайн-мониторинг работы общественного транспорта в Ивановской области теперь не миф. В областном центре презентовали единую диспетчерскую службу ГЛОНАСС, которая отслеживает перемещение газелей и автобусов, оснащенных модулями спутниковой навигации. Пока этой системой оборудована только четверть всего общественного транспорта области, но эффективность проекта налицо. На работе водителей это тоже сказалось, потому что они теперь чувствуют двойную ответственность, потому что мы за ними тоже следим. И еще есть такой удобный момент, что сохраняется история движения транспортных средств не только за сутки, но и за несколько дней назад. То есть мы можем отследить, где они были, в какое время они были. В единую диспетчерскую службу также поступает информация о работе коммунальных служб. И чиновники, и жители города на портале ивглонас.рф могут в режиме реального времени наблюдать за перемещением уборочной техники. Любой гражданин может посмотреть, где в данный момент находится та или иная уборочная машина и что она убирает. То есть отклониться невозможно. И это видно руководству того же города не только в режиме онлайн, но и потом это зафиксировано. И если какой-то водитель уехал подхалтурить, где-то почистить трассу, которая не включена в его план поездок, то к нему сразу же возникает вопрос, потому что все зафиксировано. Система спутниковой навигации уже доказала свою эффективность. Она позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации, обеспечивать безопасность перевозки школьников, дает полную информацию о работе общественного транспорта. Диспетчеры могут выявлять такие нарушения, как несоблюдение скоростного режима и невыход на маршрут. Причем данные о транспорте, которые, например, находятся в ремонте, на карту не выводятся. Не все 600 автобусов каждый день выходят на линию. Когда автобус выходит на линию, сообщение приходит в единый диспетчерский центр, и, соответственно, мы его видим на карте. Если автобус на линию не вышел, чтобы не засорять, что ли, скажем так, изображение, не брать статистику отстоящего транспортного средства, эта информация на карте не отображается. Но в базе, соответственно, она все равно фиксируется. По словам Антона Кламогорова, до конца года система ИГЛОНАСС планирует оснастить весь общественный транспорт областного центра. Правда, в стороне от информатизации останутся троллейбусы. Предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» работает за счет дотаций и оснащать дополнительным оборудованием электротранспорт весьма проблематично. Чиновники в такой ситуации большой беды не видят. Троллейбусы, по крайней мере, не могут сойти с маршрута.